Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня на канале Волгоград 1 передача Клуб Экспертов. У нас в студии члены Клуба Экспертов, руководитель сети «Политрус» и журналист Виталий Орьков, представитель общества потребителей города Волгограда Дмитрий Машков и журналист и политолог Андрей Сиренко. Веду передачу я, профессор Волгоградского университета Александр Стрезой. С чего мы сегодня начнем? Начнем с того, что на повестке дня всех новостных передач ситуация с ковидом. В целом по России она достаточно разнообразна, но у нас в регионе на прошлой неделе произошло несколько событий, на которых я хотел бы обратить внимание и наших телезрителей, и наших уважаемых гостей в студии. Ну, прежде всего, это замедление темпов роста инфицированных. Последнюю неделю число инфицированных колеблется с небольшими отклонениями вокруг цифры 234, 233, 237. Это позволило представителям санэпидслужб и Роспотребнадзора говорить о возможном приближении нашего региона к ситуации устойчивого равновесия, или, как ее и называют, плато. Но ситуация по-прежнему остается достаточно неопределенной. Тем не менее, губернатор региона Андрей Бочаров заявил о том, что мы создали достаточное количество коек для ковид-инфицированных, и теперь можно даже уменьшить их количество и восстановить в прежних размерах плановую медицинскую помощь населению. Это очень важно, поскольку ковид ковидом, а люди не перестают болеть, и они требуют медицинской помощи. И вот тот факт, что медицина в Волгоградской области работает в нескольких направлениях, в чрезвычайном, борясь с пандемией ковида, и вместе с тем плановым, говорит все-таки о том, что наше здравоохранение сохраняет устойчивость и управляемость. Ну и, наконец, в центральной печати в электронных средствах массовой информации стали появляться размышления экспертов и представителей Роспотребнадзора, врачей, представителей медицинских служб о том, что мешает стабилизировать ситуацию с ковидом в России. И вот с этого вопроса я хотел бы начать. Коллеги, что вы думаете о нынешней ситуации с пандемией, что мешает в целом России замедлить рост и стабилизировать положение? Пожалуйста, кто из вас хотел бы начать? Андрей Николаевич, у вас, кажется, есть достаточный опыт в этой части. Да, есть опыт. Лучше бы избежать, конечно, но так получилось, что не избежали. Что касается ситуации с ковидом, безусловно, она в Волгоградской области ничем не отличается, я думаю, по большому счету, от ситуации в других регионах России с точки зрения распространения этого вируса, болезни людей, динамики их выздоровления и смертности. Я думаю, что в среднем, на самом деле, средняя температура по больнице примерно одинаковая. И где-то лучше медицина работает в каких-то регионах, в каких-то регионах хуже, где-то лучше врачи справляются с этой проблемой, наверное. Но это все, по большому счету, нивелируется общей, мне кажется, статистикой. Нельзя смотреть ситуацию с коронавирусом, с пандемией в одном регионе, вырывая его из контекста других регионов. Поэтому здесь, в Волгоградской области, такая же ситуация сложная, как и по всей России. Я думаю, что она будет оставаться сложной еще очень долгое время. Мы как-то вот перед тем, как у нас был некий перерыв в нашем вот здесь, в этом нашем замечательном проекте Клуба экспертов. Мы-то с вами говорили, что и третью волну ковида стоит ожидать. Об этом мы где-то говорили почти уже, наверное, два месяца назад. Вот сейчас уже эксперты самые разные в нашей стране и за рубежом, это же самый наш тезис, о котором мы два месяца назад говорили, предсказывали третью волну ковида в следующем году. Они уже начинают сегодня говорить об этом, как и в само собой разумеющемся. Я думаю, что если мы сейчас с вами предскажем четвертую волну ковида, мы с вами тоже не ошибемся. Думаю, что следующий год тоже пройдет под знаком этой гадкой и неприятной болезни. И в лучшем случае, может быть, мы можем рассчитывать на какие-то изменения в целом с ковидной проблемой, может быть, через год, в 22-м году. Думаю, боюсь, что раньше каких-то серьезных перемен вот в этом лихорадочном образе жизни, в котором большая часть населения страны провела, вот уходящий 20-й год, также пройдет и 21-й. Поэтому здесь можно только советовать одно, это укрепление иммунитета, ешьте витамины, витамин С, витамин Д в первую очередь, укрепляйте собственный иммунитет и пытайтесь спастись с помощью масок и перчаток. Потому что других механизмов сегодня, ну, конечно, запасаться лекарствами, я не призываю к целихорадочной скупке лекарств, но на самом деле столкнулся с этой проблемой в конце октября, когда в волгоградских некоторых аптеках даже по всему городу невозможно было витамин С купить. Поэтому сейчас, говорят, ситуация чуть полегче, но это уже проблема тех людей, которые сегодня заболевают. Поэтому я думаю, что предохраняться от этой болезни нужно, соблюдать меры санитарные нужно, относиться к этому снисходительным не стоит. Я тоже был в свое время ковидодиссидентом, да, теперь ношу и маску, и перчатки, и советую делать сейчас всем, не дожидаясь, когда стукнет в пол. Да, не дожидается приобретения собственного опыта. Да, не дожидается приобретения собственного опыта, и поэтому эта вещь, еще раз повторюсь, очень пакостная, и практикает очень плохо, и тяжело переносится, и последствия не очень хорошие. Поэтому рисковать и шутить не стоит. Думаю, что, ну и, конечно, если вы сами о себе не побеспокоитесь, никто вас не побеспокоится, никакая медицина, никакие власти. Поэтому, как всегда в нашей стране, как, собственно говоря, и в жизни, спасение утопающих делов, но не утопающих. Поэтому надо относиться к этой проблеме серьезно, исходить из того, что и следующий год будет таким же сложным, как этот. Ну, будем оптимистами, все-таки, раз мы научимся жить с ковидом, возможно, следующий год не будет таким сложным, как этот. Просто учиться будем в начальной школе, начальная школа три года. Ну, Андрей Николаевич, будем все-таки оптимистами. Виталий Александрович, есть ли у вас что-либо? Ну, я думаю, что отталкиваться от озвученных цифр по выявлению зараженных не стоит, поскольку есть, например, опыт многолетней борьбы с ВИЧ, где тоже есть показания, что на одного выявлено 10 невыявленных и так далее. Здесь, думаю, цифры, примерно соотношение. Поскольку кто-то переносит бессимптомно, кто-то не обращается, кто-то не может обратиться, потому что ситуация только-только начала в времени стабилизироваться именно с оказанием помощи медицинской. Все мы помним, что по нескольку неделю можно было ждать котелей, сдачи анализов. Сейчас ситуация, да, справляется после уже личного вмешательства и президента, а потом и губернатора. Ну, я скажу, что Андрею Николаевичу нужно, прежде всего, человек должен заботиться сам о себе. То есть спасение топающих. Ну, что ж, это та же мысль о том, что надо научиться жить с этим самому, да? И научиться жить, выживать и, наверное, все-таки перестраивать свою жизнь. Перестраивать свою жизнь, это тоже важно. Да, дорогие друзья, надо менять свои привычки. Дмитрий Александрович, если у вас... Не могу добавить только то, что ковид сыграл свою удивительную роль не только в рамках заболевания, а в некоторых обстоятельствах жизни любого человека. То есть переход на дистанционное образование в школах, в институтах. Более того, невозможность попасть к каким-то обычным посетителям в суды, к чиновникам, в администрацию, да? То есть теперь у нас только в электронных формах обращения, либо посредством почты. Естественно, это тоже сыграло свою негативную роль. Поэтому я с большой надеждой думаю, что люди будут с пониманием относиться к ситуации и не будут накручивать себя при невозможности попасть к какому-то там человеку на прием. Потому что у нас даже, получается, вопрос попасть на прием к врачу возникает очень серьезно и даже невозможно понять, как действовать в ситуации, когда там, допустим, пенсионер не может попасть на прием. Ну, спасибо, коллеги. Наблюдая за информацией и на сайтах, и в средствах массовой информации, я обратил внимание, что наконец стали появляться попытки давать подробные инструкции, как вести себя в той или иной ситуации, что говорит о том, что мы все потихоньку учимся жить с ковидом, мы осваиваем новые алгоритмы поведения. Новые регуляторы появляются на этом поведении. Ну, возможно, да. Но я бы акцентировал внимание все-таки на том, что при всех имеющихся проблемах, а проблем очень много, все-таки волгоградская медицина и события последней недели это показывают, пока справляется с ситуацией. Тот факт, что в среднем у нас на сегодняшний день свободно 30% коек есть резерв, который превышает средние показатели по России, внушает определенный оптимизм. Ну и, наконец, то, что областные власти пытаются решать проблемы, связанные со снабжением лекарствами и всеми иными расходными материалами, необходимыми в этих случаях. Ну, а завершить этот сюжет я все-таки хотел обращением к размышлениям российских специалистов по вирусологии, что же нам мешает в масштабах общества стабилизировать ситуацию. И вот с их точки зрения мешает по-прежнему непонимание определенной подчас значительной части общества смысла всех санитарно-эпидемических требований и ограничений. Вот Андрей Николаевич правильно сказал и обратил внимание, как и все коллеги, что не бывает абсолютных решений в жизни, все относительно. Так вот, и средства защиты не дают нам абсолютной защиты. Они уменьшают вероятность заразиться, снижают возможную степень инфицирования. Поэтому требования, касающиеся перчаток и масок, они не лишены смысла. Не лишены смысла. Как и социальная дистанция. Безусловно. И вот это, между прочим, самодисциплинирование, самоорганизация – это очень важная черта. Раз мы будем жить с вирусом и с новыми опасностями в 21 веке достаточно долго, то мы все должны попытаться изменить и свои повседневные привычки, и свой образ жизни. Виталий Александрович, вы хотите что-то сказать? Да, пожалуйста. Большое наблюдение по ситуации. Нашлось, наконец-то, применение муниципальным депутатам и молодогвардейцам. Они стали возить бесплатные лекарства по тем людям, особенно пенсионерам, которые находятся на амбулаторном лечении. Наконец-то, хоть понятно, чем они занимаются. Ну что ж, конечно, муниципальные депутаты могли бы заниматься и более значимыми делами, но если они не могут найти себе применение, то пусть работают хотя бы так. Как волонтеры. Да. А мы с вами обращаемся к следующей проблеме, которая будоражит умы волгоградцев не первый месяц. Это всем известный спор о московском или местном времени. На прошлой неделе этот спор вступил в свою, так сказать, высшую фазу обсуждения вопроса, переместилось в Государственную Думу. Но и как показало это обсуждение, а волгоградцы могли быть свидетелями дискуссии, потому что электронные СМИ выложили фрагменты выступлений волгоградских депутатов, фрагменты вопросов, которые им задавали в зале заседания Госдумы. Так вот, как мы можем судить по ходу обсуждения? Обсуждение было неоднозначным. И только административная власть спикера положила конец взаимным препирательствам и позволила поставить вопрос на голосование. Но, как бы ни проголосовала Дума, волгоградцы определились на этот счет. И один из наших электронных ресурсов предложил нам следующее соотношение сторонников и противников. Примерно 53-54% опрошенных высказались за местное время. За московское – 37-38, и около 10% заявили, что им все равно. Но, как бы ни отвечали опрошенные, ясно, что спор о времени затронул повседневную жизнь большинства волгоградцев. А раз он затронул повседневную жизнь большинства, он стал политическим спором, приобрел политическое измерение. Уважаемые коллеги, вы наблюдали за развитием дискуссии о времени достаточно долго. Каковы ваши впечатления от того, на какой стадии мы находимся сейчас? Сейчас стадия, мы находимся на Госдуме, и прошло первое чтение, по-моему. Да, первое чтение прошло. Я думаю, что решение предсказуемо. Но на самом деле, на мой взгляд, я к этому отношусь достаточно нейтрально, то есть под любое можно подстроиться, это там не на 5 часов переводят стрелки, это не столь критично. Это такой способ отвлечения общества от других проблем. И, во-первых, во-вторых, естественно, как мы помним, что дважды это было способом привлечь людей на участки избирательные. И вот в этом случае, конечно, местная власть, которая использовала этот рычаг, этот инструмент, она себя согнала в угол. То есть, проведя, совместив это с референдумом, этот референдум с голосованием на выбор президента, это был высокий статус. Потом был некий опрос, вызывающий много других вопросов, который якобы нивелировал этот референдум. Но он был совмещен с голосованием по Конституции. Это тоже сложности. И поэтому, но есть, наверное, все-таки в этом плюс. И вот мы недавно общались с Андреем Николаевичем на тему, что, наверное, в третий раз уже этот рычаг использовать не будут для привлечения людей на выборы, для заманивания. Ну, Дмитрий Александрович, а вы как? Вы же ходили голосовать на опрос, посвященный времени? Ходил и голосовал за местное время. Это моя принципиальная позиция. Более того, хочу сказать, что за время, которое прошло, активизировалось большое количество людей в рамках своих позиций гражданской по региональному времени, и оно за. Есть, конечно, люди, которые голосуют исключительно за московское время, потому что им удобно. У них работа связана тем или иным моментом именно с московскими друзьями либо коллегами по бизнесу. И они говорят, нам, в принципе, все равно, нам удобно. Час ничего не решает. Люди, которые работают либо, скажем так, 8 часов в день, и им хотелось бы потом отдохнуть в световое время, они достаточно негативно относятся. Более того, всегда возникает вопрос. У нас был референдум, он был законный. Опрос – это опрос. Поэтому очень-очень такая идет полемика среди обычного населения. И меня удивляет то, что даже вот в троллейбусах, в маршрутках это обсуждается. Ну, это говорит то, что действительно затронута повседневная жизнь. Кстати говоря, в ходе дискуссии в Государственной Думе депутаты из других регионов спрашивали, волгоградских депутатов, ну, во-первых, у вас что, других проблем в регионе нет? Что вы проблему времени выносите на федеральный парламент. Во-вторых, им предложили решить эту же проблему при помощи местных актов. Ну, не нравится вам местное время, измените график работы. Подстроите график работы организаций под Москву, так, как удобно вам. Нет, требуется, ну, сначала, как верно заметил Виталий Александрович, это требовалось в технологических целях. Да? Но теперь, видимо, нашла коса на камень и хочется представителям властвующей элиты все-таки продавить в очередной раз свою волю навязать это решение простым гражданам. Ну, не только представители элиты, сторонники московского времени. Андрей Николаевич, а вы не знаете таких людей? Да, я сторонник московского времени. Ну, вот видите. Это на самом деле так. Ну, я не оголтел на сторонник московского времени. Мне на самом деле удобно с московским временем жить. Было. У нас, как сейчас, подобрался коллектив такой интересный срез. Виталий Александрович говорит, ему все равно, нахото или не то. Виталий Александрович говорит, что на Волгоградское время я сторонник московского. А я сторонник Волгоградского. Ага, значит, вот да. Вот у нас здесь вот воспроизводится тот срез, который Близкий к тому, что показывают опросы. Надо сказать, что я думаю, что примерно все-таки соотношение, примерно поровну на самом деле, между двумя этими позициями. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в Волгоградском обществе в отношении времени существует однозначно убежденный раскол. И достаточно и та, и другая группа многочисленная, очень многочисленная. Ну, там разница в 3-5 процентов. То есть мы начинаем, извините, Андрей Николаевич, мы начинаем, уважаемые телезрители, говорить не столько о самой проблеме существа времени, сколько о ее политических последствиях. Конечно, безусловно. Эссенциальные политические последствия тоже. Да, безусловно. Пожалуйста, Андрей Николаевич. То есть, на самом деле, конечно, во-первых, общество расколто в отношении этой проблемы. И расколто достаточно четко и убежденно. То есть и там, и там есть убежденные сторонники. Хотя, я думаю, что на сегодняшний день можно говорить о том, что сторонники Волгоградского времени более, ну, если не агрессивны, более активны, более напористы в отставлении своей позиции. То есть, московские, сторонники московского времени, они всегда были такие. Вот более спокойные, более, значит, расслабленные. Сторонники Волгоградского времени больше, скажем так, патриоты Волгограда, чем, на самом деле, сторонники московского, наверное, времени. Хотя не уверен, что это так. Это только мысльный сепаратизм. Да, да. То есть, я вижу, что люди, которые защищают Волгоградское время, они ведут себя более жестко, более так вот напористо. И иногда, честно говоря, меня тут что-нибудь удивляет, забавит чаще. Но, тем не менее, надо признать, москвичи, в кавычках, да, они вот такие более аморфные, более спокойные, более равнодушные, что ли, к этой позиции. Хотя в глубине души, наверное, разделяет именно там позицию московского времени. И второй мой очень важный момент, который здесь выясняется, вот выявился в ходе этой истории, что это происходит политизация этой проблемы, раз, а это говорит о том, что она быстро не решится. И, честно говоря, сегодня мы видим, что, по большому счету, и власти региона, которые в свое время, как правило сказал Виталий Александрович, инспирировали этот сюжет для того, чтобы, ну, с его помощью решить какие-то другие политические задачи, они сегодня в результате, ну, то ли неумелого оперирования этим сюжетом и управления этим процессом, они превратили сегодня уже проблему времени в политическую проблему. То есть, из средства решения других проблем, это время превратилось в политическую проблему едва ли не номер два. Потому что, ну, первая проблема, безусловно, ковид, которая тоже политизируется в том числе, но она, скажем так, политизируется без привязки, без обвинения кого-либо там конкретного в этой ситуации. Пришел страшный вирус, мы не знаем, как с ним бороться, смотрим, как на это реагирует президент, федеральный центр местной власти. А вот проблема времени, она имеет конкретного врага. То есть, это те чиновники-депутаты, которые нам эту линию навязывают. То есть, сначала у нас украли, как рассуждают некоторые сторонники Волгоградской репетиции, сначала у нас украли свободное перемещение в пространстве через ковидные, карантинные меры, теперь у нас крадут время. Да, и, соответственно, как бы власть в данном случае выступает в роли злого такого волшебника, который сначала крадет пространство, потом крадет социальное пространство, потом крадет социальное время. И, соответственно, как бы это, вот это, но если ковидная история не спровоцировала какие-то чумные бунты, хотя об этом тоже со временем некоторые эксперты полагали, что такое возможно, нет, власть, в принципе, сделала так, ситуацию развернула таким образом, да и, в принципе, и население на это отреагировало соответствующим образом, что ковидный вызов не превратился в политический такой, в аэродром подскока, для того, чтобы разогреть некие оппозиционные протестные силы. А вот проблема времени, это может такой роль сыграть. И я думаю, что, на самом деле, сегодня для волгоградских властей и для депутатов областной думы, в первую очередь, которые сейчас ассоциируются, ну и депутаты Госдумы, наверное, которые теперь ассоциируются с проблемой кражи волгоградского времени у волгоградцев, они, конечно, сегодня будут пребывать в очень тяжелом состоянии, потому что я пока не очень вижу, пока я вижу, что они не справляются с задачей оккупирования вот этого кризиса социального пока, который вокруг проблемы времени возник, который имеет все шансы перерасти в политический, тем более в преддверии выборов в Государственную Думу. Я думаю, это тем будет разогреваться и использоваться. Я думаю, что партия времени, волгоградского времени, она на выборах появится. Это, конечно, будет не некая общественная, может, даже некая общественная организация, ну, наверное, конечно, не политическая партия, но та, которая будет призывать волгоградцев голосовать за тех людей, которые вернут волгограду его время. Это раздельно, потому что на встрече с кандидатами и с депутатами люди могут спрашивать, а вы как голосовали, за какое время? Ну, самое удивительное, что слоган «Волгоградское время» допускает массу смысловых оттенков и интерпретаций, да? Это и новые люди, это и новые задачи, это и новая повестка дня, да? И старые единороссы. Да. Теперь с этой проблемой связаны. Ну, и, дорогие друзья, обсуждение темы времени в Государственной Думе показало, что собой представляют наши депутаты в Государственной Думе. И не случайно просмотр видеоролика в интернете с выступлениями рождает массу эмоций и оценок. И, говоря о обсуждении времени, а о том, что проблема имеет политическое лицо, мы переходим, пожалуй, к ключевой теме политической жизни, теме предстоящих думских выборов. Что ждёт нас с вами? Каковы шансы действующих депутатов, представляющих наш регион в Государственной Думе? Каковы шансы политических партий? Как имеется в виду и партия власти «Единая Россия», и партия парламентской оппозиции. Но ведь есть ещё и не парламентские партии. Наконец, возможно ли появление каких-либо оппозиционных, альтернативных движений альтернативных действующей власти? Вот на эти вопросы мы поговорим, но только после рекламной паузы. Наступило время волгоградской рекламы. Вот да, наступило волгоградское время, мы уходим на небольшой перерыв. Уважаемые телезрители, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу передачу на канале «Волгоград-1», передача «Клуб экспертов». В нашей студии находятся члены «Клуба экспертов» Виталий Александрович Орьков, Андрей Николаевич Сиренко и наш гость, представляющий общество потребителей города Волгограда Дмитрий Александрович Машков. Итак, мы говорили в конце первой части о предстоящих думских выборах. Что нового они нам обещают, какие интриги могут развернуться, имеется в виду политические интриги, затрагивающие интересы всех жителей региона, могут развернуться на этом предвыборном поле. Андрей Николаевич. Ну, я вот хотел, может быть, немножко вернуться на прежний сюжет, один штрих отметить, который у нас, так сказать, логично, потом будет продолжен в теме выборов в Госдуму. Вот одна из неудач, на мой взгляд, главных неудач, которые совершили депутаты Волгоградской областной думы, когда продвигали этот проект, и, в общем-то, инициаторы вот этой схемы с возвращением таким вот, с несколько странным для общественного мнения, возвращения к московскому времени в регионе, это то, что они вытащили эту проблему, внесли ее в федеральную повестку. То есть, конечно, если бы народные избранники наши действовали более грамотно, то, конечно, не позволим, с одной стороны, стать этой темой доминирующей в информационной повестке. Сегодня, по-моему, уже который день Волгоградский Яндекс, в топе Яндекса эта тема, то есть, это все этот сюжет, который волнует и стал популярным не только среди волгоградских СМИ, но и среди московских СМИ, и, соответственно, как бы эта тема разогревается. С другой стороны, это сам факт то, что волгоградские депутаты не нашли другого способа депутата областной думы, кроме как решить эту проблему, вытащив ее на уровень Государственной думы, и там, вообще-то, не очень удачно выступив, так, группа, которая выехала с господином Струком, или сам он, который представлял областную думу, в Государственной думе, пытаясь объяснить причины возвращения к московскому времени, крайне неудачное выступление, на мой взгляд, для него очень просто разгромное и печальное для его репутации, не стоило с таким выступлением выходить в Государственную думу. Она показывает о том, что власти недооценили, возможно, резонанс от этой темы, и, позволив вытащить этот сюжет с временем в федеральную повестку, на федеральный уровень, конечно, создали себе большие проблемы. И пока не очень понятно, как они будут эту проблему решать. А в привязке к выборам, в связи с предстоящим выбором в Государственную думу, эта тема, на мой взгляд, будет играть однозначно, и, собственно говоря, я думаю, что она может быть использована и для разогрева протестных настроений, и для попытки консолидации никаких оппозиционных сил и так далее. То есть, условное появление коалиции под названием «Волгоградское время» вполне возможно, особенно если «Единая Россия», которая сейчас становится главной жертвой вот этой неэффективности своих менеджеров, которые пытались эту ситуацию разрулить за счет депутатов Государственной думы, они сейчас, думаю, что единороссы должны будут сегодня искать очень быстрое и надежное решение для того, чтобы купировать этот кризис. То есть, проблема слишком серьезна, чтобы давать теперь ее на откуп депутатам властной думы, которые явно с ней не справились. Я думаю, что в данном случае «Единая Россия» должна будет подключать свои интеллектуальные, креативные и иные возможности и ресурсы для того, чтобы этой проблемой заняться и пытаться ее купировать, не дожидаясь активной стадии избирателей и кампании. Вот, Андрей Николаевич, я продолжаю то, о чем вы говорите. Все-таки идея Волгоградского времени имеет несколько измерений, несколько выходов в политическое пространство, связанное с думскими выборами. Ну, во-первых, это указание на местные проблемы. Не на проблемы, которые, скажем, спущены сверху руководством, а те, которые существуют здесь и затрагивают жизнь людей. Во-вторых, самое любопытное, и те, кто смотрел за дискуссией в Государственной думе, наверное, заметили это, что волгоградские депутаты выглядели очень неубедительно по части аргументации своей позиции, и коллеги по Госдуме им делали замечание. О чем это говорит? Это говорит о том, что они очень плохо представляют, очень слабы в части аргументации своих программных идей и в части погружения в те проблемы, из которых должна строиться программа депутата, идущего на выборы. Ну и, наконец, третье, волгоградское время – это время новых людей. Раз эти люди не справились, пора ставить вопрос о новых людях. Виталий Александрович, что вы нам можете сказать по поводу выборов? Ну, насколько я могу судить, появление отдельных областных парламентариев в Госдуме рассматривалось как их некая презентация на федеральном уровне, как начало их кампаний, так выбранных в Госдуму. Ну, то, что я видел, на мой взгляд, это полный провал. То есть так кампании предвыбор не начинают. Так их заканчивают? Так их заканчивают, да. То есть они закончили ее, не начав. Ну, я думаю, что и руководство «Единая Россия» посмотрело на людей, которые будут возглавлять предвыборную кампанию «Единая Россия» в регионе. Я думаю, тоже сделало свои выводы, что с этими людьми победу будет трудно завоевать. Вы знаете, коллеги, в электронных СМИ приводились данные социологических опросов, оценивающие шансы депутатов на переизбрание. И там высказывались весьма пессимистические суждения о волгоградских депутатах. Я понимаю, что недовольство депутатов этой экспертной оценкой могло быть связано с ее пристрастностью и субъективностью. Но после того, как мы увидели, как депутаты и единороссы держатся на трибуне Государственной Думы, я думаю, все сомнения рассеются. Потому что действительно они не готовы. Вистальд Александрович и Андрей Николаевич правильно сказали, что так кампанию не начинают. То есть это не козни экспертов. Нет, нет, это реальность, которую мы всегда выдали. Я просто думаю, рискну предположить, что будет, что депутаты других наших партий, которые в Волгоградской области, и тоже бы выглядели не самым лучшим образом, если бы они в этой ситуации оказались. Более того, к ним есть серьезные вопросы. Вот мы сейчас здесь прошли справедливо по единороссам, и думаю, что еще пройдемся не раз. Но мне бы интересно было послушать в этой ситуации, связанной со временем, а у меня позиции коммунистов. Я говорю о Волгоградском обкоме. Где у нас позиция Волгоградских коммунистов? Где Волгоградские эсеры? Где Волгоградские ЛДПРовцы? Вот сейчас мы все дружно шпыняем единороссов, и обоснованно это делаем, за то, что эти ребята не остановили свою фракцию в областной думе, которая вот с этими нелепыми вещами выходила в части времени, и в части решения этой политической комбинации. Но остальные-то тоже промолчали. Но они потерялись во времени, потерялись. Конечно, они потерялись со всем. То есть получается, что, честно говоря, что от единой России, что от другой какой-то партии, толку нет. Вот нынешний кадровый резерв всех политических партий просто какой-то совершенно сиротский. Это, кстати говоря, подтверждается, это, собственно говоря, ситуация со временем подтверждает, что депутаты наших, от всей политической партии, которая у нас в регионе существует, становятся совершенно бессильными и совершенно патентными в ситуации любого острого кризисного вызова. Вот как они все, без исключения партии, единороссы, коммунисты, эсеры, оппозиционные партии, ЛДПРовцы, абсолютно оказались бессильны в ситуации вызова коронавируса, как сказать, в общенациональном масштабе. Так они в ситуации вызова, связанные с проблемой временем, оказались бессильны на уровне региона. Эта ситуация показывает, что все эти политические организации сегодня, но они фактически, вот как ты проискал профессор Александр Ильич Терезой наш, сказал, о том, что они все провалились во времени, их просто нет. Они отсутствуют, люди не чувствуют от них никакого толку. И сегодня я боюсь, что вот как раз ситуация, о которой Александр Ильич сказал, необходимость новых людей вот в этом ситуации острого вызова, это касается всех политических партий. То есть нам не просто не из кого будет выбирать на выборы в Государственную Думу. Но я просто, извините, Андрей Николаевич, я просто хотел бы обратить внимание уважаемых телезрителей, что члены клуба экспертов, приглашая в эту студию представителей разных партий, старых и новых, много раз указывали на те ситуации, которыми партийцы и старые, и новые могут воспользоваться для раскрутки. И вот сегодня, обсуждая тему предстоящих думских выборов, мы ещё раз констатируем, упущен ещё один шанс на собственное позиционирование, на свой успех в электоральном поле. Поэтому раз одни и те же люди наступают на одни и те же грабли много раз, действительно пора менять людей. Дмитрий Александрович, что вы скажете, как наблюдатель за ситуацией? Я могу сказать, что было интересно сказано по поводу политической составляющей относительно и депутатов, и времени. Тут у людей интересное другое мнение, что депутаты бросили своих избирателей. Это раз. И второй момент. Большую популярность набирает версия, что данный вопрос с временем, он лоббировался электриками для того, чтобы больше люди платили. А почему нет? Такая версия конспиралов не существует. Вот. И поэтому, получается, люди, которые говорят об этом, они говорят о том, что они никакому депутату не доверяют. Потому что не видят защиты своего региона этими депутатами. Поэтому можно предположить, что если на выборах в Государственную Думу от Волгоградской области появится группа людей, ну, например, выдвинутая обществом потребителей Волгограда, которые пойдут на выборы под лозунгом «Мы вернём Волгоградское время», они могут больше ничего уже не обещать. То есть они идут на выборы с конкретной задачей. Я, кстати, хочу еще последний штрешок добавить в нашу дискуссию сегодня. Вот, мне кажется, вот в чем еще колоссальное заблуждение наших волгоградских архитекторов волгоградской внутренней политики, которые очень недооценили историю со временем, крайне недооценили. Мне такое ощущение, что они вообще опросов общественного мнения не проводят и не понимают, на самом деле, что думают по этой проблеме люди. Может быть, они какими-то другими гаданиями занимаются на какой-нибудь там гуще, пытаясь понять и преспрогнозировать поведение и реакции людей. Но явно что-то с социологической подготовкой проблемы есть очень серьезные. Что у депутатов, что у чиновников исполнительной власти. А именно о чем я хочу сказать, что позволив этой проблеме разогреться, не дооценив ее, эту проблему, сегодня архитекторы волгоградской внутренней политики привели к тому, что у нас появляется угроза своего собственного ШИЭСа, в кавычках. То есть у нас много, то есть как это было в Архангельской области, когда просто большой пул недовольства, большой пул проблем, которыми люди недовольны, которые там недовольны плохими дорогами, вывозом мусора, плохой работой сельско-зарохранением и так далее. Все это было сконцентрировано вокруг одной проблемы. У москвичи нас хотят травить, они пытаются создать у нас мусорный полигон, мы все объединяемся против этого полигона. То есть тогда проект ШИЭСа в Архангельском области сыграл роль спускового крючка, и одновременно фокуса политического, в котором сфокусировались и объединились все проблемы, которые позволили мобилизовать очень широкие протестные группы, которые недовольны были разными вопросами, но они объединились вокруг этой темы. Вот сегодня в Волгоградской области велика вероятность появления собственного ШИЭСа как раз вокруг темы времени. Да, это будет только половина Волгоградцев, потому что такие сторонники, как я, сторонники московского времени, этот проект не поддержат. Но другие мои коллеги, которые поддерживают возвращение в Волгоградское время вполне, как и их сторонники, это мы понимаем около 50% населения. Если они будут мобилизованы с помощью временной темы, с помощью стрелок, перевода вокруг этого проекта, власть в Волгоградской области рискует получить перед выборами в Госдуму мощнейший протестный пакет голосов, который может повести себя совершенно непредсказуемо. И вот эта проблема есть с конкретной фамилией. Конечно. То у нее эту проблему... Ну, самое главное, что теперь уже можно этих людей, грубо говоря, разогнать, уволить и так далее с работы. Проблема-то никуда не девается. Они уже ее довели до ситуации, ну, политического абсурда и острейшего политического кризиса. Кто бы сейчас не занимался тебе вопросами внутренней политики или не руководил там областной думой, от него эта задача никуда не денется. Да, ходили слухи о том, что тот же господин Струк, Михаил Струк, который выступал в Госдуме, да, и очень неудачно выступил. Но он планируется на должность председателя Волгоградской областной думы и одновременно руководителя регионального отделения Единой России. Я думаю, что... Это вообще сомнение уже в этом. Ну, у нас... Нас никто не спрашивает, здесь единороссов нету, но я думаю, что единороссам стоит подумать о том, нужен ли им такой лидер на самом деле сейчас. А с другой стороны, ну, хорошо, не будет Струка, будет кто-то другой. А как он будет решать эту проблему? Как они вообще технологически это могут сделать? Я сегодня не вижу, на самом деле, к сожалению, для меня это важно, потому что я еще раз повторюсь, я сторонник московского времени, и мне важно, какие люди защищают новую позицию. Пока защищают паршиво. Никак не защищают. Лучше бы и молчали, сошли бы за умных. Тогда бы ничего не пришлось, может быть, и делать. Особенно. То есть, может быть, меньше бы суетились, могло бы пойти по-иному. Но эти люди сделали все, чтобы эту проблему усугубить. Такое ощущение, что те люди, которые по должности положено защищать в московское время, они делают все, чтобы эту проблему дискредитировать как раз. Я думаю, что это ваши тайные агенты, которые работают на Волгоградское время. Вообще, Михаил Струк, как тайный агент сторонников Волгоградского времени, почему не тема? Ну, шутка, конечно. Я просто хочу, завершая эту мысль, сказать, что я не вижу сегодня, хотя я уверен, что есть аргументы, даже в том числе и разбивающие тему, может ли опрос перебить референдум и так далее. Насколько мне известно, есть аргументы по этому поводу с точки правового характера, но они не озвучиваются, они не доносятся до людей. А самое главное, что с точки зрения никакой правовой казуистики ты не объяснишь, как правильно сказал Александр Леонидович, люди воспринимают эту проблему, как сказал правильно Дмитрий, что либо заговор энергетиков, либо заговор еще каких-нибудь чиновников, кто-то в Москву летает. Людям никто ничего не объясняет, поэтому люди придумают себе версии сами, что это может значить. Я боюсь, что на самом деле тема времени будет еще очень долгой. Кстати говоря, не исключаю все-таки проведение по этой теме еще одного референдума, потому что ситуация, конечно, абсурдная, но она может довести до такого социального кипения, если опять же она не будет купирована, что властям придется пойти на новый референдум. Ну что ж, мы достаточно времени поговорили о предвыборной теме, и я хотел бы обратить внимание и уважаемых экспертов, и уважаемых телезрителей на то, что, во-первых, сегодняшний наш разговор высветил проблему объединяющей идеи, идеи Волградского времени, под которую можно выстроить политическую программу. Он показал необходимость обновления депутатского корпуса в Государственной Думе. Он далее показал, что необходима своя повестка дня, о которой мы должны дискутировать как волгоградцы, как жители региона. И одним из вопросов этой повестки дня явится вопрос, о котором на прошедшей неделе высказалась мэрия Волгограда. Мэрия Волгограда рапортовала нам о том, что выполнен на 100% план по ремонту дорог. И более того, было предложено 13 объектов, которые планируется ремонтировать в следующем году. Имеются в виду улицы, проезды, участки дорог в черте города Волгограда. Действительно, каждый из нас может видеть, что число ян у нас уменьшилось, и следы дорожного ремонта, в общем-то, они видны. Но, с другой стороны, хороших, удобных съездов, подъездов, дорог в городе не становится больше. Ведь дело не просто в ремонте, а в дорожном строительстве. Ну, социология, наука суровая. И не всё с ней согласуется. Но вот у нас состав участников нашей передачи с ней согласуется. У нас два автомобилиста и два пешехода. Вот давайте мы спросим сначала автомобилиста Виталия Александровича, а потом наших пешеходов о том, как им сообщение мэрии о новых и старых дорогах, и как они оценивают ситуацию с этой волгоградской проблемой. Виталий Александрович. Вы, Елена, заметили, да. В принципе, невооружённым глазом видно, что дороги становятся лучше, именно качество дорожного покрытия, ремонт ведётся. Мы посмотрим, насколько он долго этот ремонт придерживается, именно дороги сохранятся. Но в мэрии, в данном случае, она решила прислониться к чужим заслугам, поскольку мы понимаем, что дороги ремонтируются в рамках федеральных проектов. Поэтому роль мэрии в этом, она последняя. Ну, господин, пусть хотя бы этим хвалится, да. Но вы правильно заметили, что, в принципе, дороги ремонтируются, но новые строятся очень скромно. А сейчас в связи с COVID-19 и, скажем так, с перемещением финансов именно на решение проблем ковидных и постковидных, у меня есть такие подозрения, что на ближайшие годы, а сейчас как раз идет, бюджет обсуждается в Госдуме федеральной, возможно сокращение некоторых статей расходов именно на подобные проекты. Может, оба стороны, потому что денег, сбор налогов уменьшается, был локаут, локдаун, правильно, полгода стоял. Недобор доходной части идет бюджета, снижение доходов от продажи энергоресурсов. То есть вступление снижается, а расходы увеличиваются. Поэтому, естественно, будут резать те проекты, которые, ну, в меньшей степени затрагивают. Поэтому будут размазывать эти деньги, то есть создавать ситуацию, что много ремонтируется, а новые проекты, вот, допустим, также продление дороги ракадной, то есть она могут немножко забуксовать по времени. Ну, продолжая тему, затронутый Виталий Александрович, я хотел бы обратить внимание наших телезрителей на то, о чем мы здесь уже говорили. Крайне малую скорость с осуществления проектов нового строительства. Ну, действительно, все волгоградцы знают, насколько важно создать дублер второй продольной между Советским и Кировским районом. Казалось бы, дорога до акварели выстроена, да? Но она не пущена в строй, мы уверим, что она скоро будет пущена в строй. Но ведь эта дорога не решает проблемы связи Кировского и Советского района. А ведь следующий участок до улицы Кирова планируется, насколько мне известно, аж в 22-м году сдать. Вы представляете, два года мы строим участок едва ли километр длиной. Что это за темп? Я бы при этом отметил роль губернатора, положительную роль губернатора именно в строительстве обхода Волгограда, когда он все-таки продавил то, что в момент, что мы начали строить именно с южной части, именно в строительстве моста через Волгоградоканал, поскольку это важная проблема, наверное, даже больше, чем самообход Волгограда и проведение второго моста в районе. Безусловно, Виталий Александрович, но ведь этот первый участок планируют сдать аж в 24-м году. Но это проект федеральный. Это федеральный. Я понимаю, мы темпы-то не устраивают. Все, что могли повлиять, это вот перенос именно... Ну вот, беда состоит в том, что в некоторых регионах страны, я имею в виду нашу первопристольную столицу, мы сдаем по 20 станций метро в один год. Это отдельное государство. Да, я понимаю. Но вся Россия живет в совершенно другом измерении. Вот на ошибке еще маленькая ремарочка. Есть проект продолжения мостового перехода через Волгу, да? И сейчас по прихоти, скажем, некоторых владельцев особняков коттеджей этот проект тоже может, к сожалению, затормозиться. Надеюсь, все-таки ухватить мудростью людей не дать этому заглохнуть, потому что если Москва поставит на паузу этот проект, деньги мы поднимем, получим опять нескоро. Ну да, вы совершенно правы. Это, Александрич, вот наши пешеходы просят слово, пожалуйста. Вот, что скажете вы? Молодые пешеходы. Ну, как молодой пешеход могу сказать о том, что меня удручает и печалит ситуация, связанная с удобством пешеходов, когда они ходят даже по центру нашего города. Мы говорим о том, что дороги для автомобилистов мы делаем, про пешеходов забываем. У нас пешеходами являются не просто люди, которые там, ну, молодые и могут спокойно обойти там препятствия, но и пожилые. У нас еще есть молодые мамы, которые с колясками не могут перейти дорогу, потому что при создании участков нового покрытия не были предусмотрены удобные заезды на пешеходные зоны. Более того, была перенесена разметка зебры, которая в некоторых случаях утыкивается просто в забор. А старая пешеходная разметка была не обновлена и там, где съезд, там просто проезжая часть. То же самое можно сказать и также про тот же самый центральный район в радиусе километра от областной администрации внутриквартальной дороги низкого качества. Ну, как Рытвин, Ям, которые глубиной более 5 сантиметров. Проехать по этим дорогам людям, допустим, которые этим же самым машинам скорой помощи, которые приехали на вызов, не представляется возможным. И бывает так, что не доезжая до подъезда санитары или там врачи выходят и идут пешком. А если нужно транспортировать человека, который вызвал? То есть вы говорите о центральном районе? Я считаю, что это показательный, скорее всего, для города хуже. В тех районах, в окраинных районах они еще хуже. Я прям уверен в этом, потому что езжу по всему городу по рабочим моментам и каждый раз поражаюсь тому, насколько внутриквартальные дороги в запущенном состоянии. Кстати, Заня Тима, это как раз ответственность в мэрии Вагнаграда. То есть они отчитались о том, что сделала федерация на себя, перетянули дело и при этом разметка и внутрикварталка это как раз зона ответственности мэрии Вагнаграда. Кстати говоря, хотел бы обратить внимание, что если вы помните, то у нас перед чемпионатом были закрыты большое количество пешеходных переходов через дороги. И у нас получается, что вместо того, чтобы пожилые люди могли попасть в привычный свой магазин, просто перетя через дорогу, им приходится обходить 500 или 1000 метров для того, чтобы дойти до него. Да, это серьезная проблема. Но вот я хочу дать слово ветерану пешеходного движения. Да, да. Андрей Николаевич. Да, надо ходить больше, двигаться больше. Согласен, буду работать в этом направлении. Но на самом деле, что я вот может быть дополню Виталия Александровича о том, что согласен, что в связи с очень высокими затратами на постковидные мероприятия бюджеты будут каким-то образом перераспределяться и будут меняться и региональные, и федеральные. Наверное, нам очень много не будет хватать денег. Но я рискну предположить, что все-таки на дороге в следующем году деньги появятся. То, что будут выборы в Государственную Думу, а у нас традиционно перед большими выборами, будь то президентские, будь то парламентские, всегда идет бурная имитация или демонстрация, когда в разных случаях по-всякому, бурные деятельности, связанные с ремонтом дорог и благоустройством. Поэтому я думаю, что на следующий год как раз, может быть, деньги-то еще наскребутся. Вот проблема, о которой сказал Тарасаныч, она будет, наверное, проблемой 22-го года. Имитация будет. Да, имитация будет. Будут дороги ремонтировать, будут, наверное, возможно, будут ремонтировать пешеходную часть дорожную. На это хотелось бы, конечно, отдельно обратить внимание. Сейчас мы говорим. Да, да. Потому что, потому что, с другой стороны, видите, ситуация с ковидом настолько сегодня переломила сознание людей, что наши граждане вообще перестали на все обращать внимание, если это дело не касается их безопасности, жизни и здоровья. То есть сейчас на первый план вышла тема медицины. И сегодня, на самом деле, в общественном мнении уже начихать на дороге, на, значит, дорожные покрытия, на ремонт, если, главное, тут не заболеть, не умереть, и чтобы не заболели, не дай бог, что случилось с твоими близкими. Поэтому, как карается, потом по каким дорогам тебя повезут. Поэтому, поэтому я думаю, что... Пока ты живой, важно по какой дороге тебе... Я думаю, что пока ты живой, очень важно все носятся по аптекам и по врачам, и здесь все-таки смещение фокуса вот проблемного у людей произошло. Я понимаю, что от этой проблемы тоже люди устанут, как устают от многих проблем, да? И на самом деле, безусловно, смещение вот этих вот... Я даже думаю, что проблема в Волгоградском времени, она сейчас выводит своей психологической энергией, энергетикой, она играет такую терапевтическую роль. Но людям надо на что-то переключиться. Ну, достало уже этот один конец телевизора, Давайте культровремя это портретим. Хотя, это на самом деле, по большому счету, это тоже определенное... Вот на самом деле, что в других проблем в регионе нет, как про это время трещать, да? Ну, это я сказал, как посторонник московского времени, которому вроде как сейчас возврат светится, да? А это тем более я легко призываю всех сторонников колорадского времени подумать о других проблемах, да? Но на самом деле, на самом деле, это тоже, по большому счету, определенная иллюзия психологическая, Которые, ну хорошо, вернут там волгоградское время, но что изменится из этого? Вы что-нибудь станете лучше жить? У нас нет, конечно же. Поэтому, конечно, на самом деле нужно вот, ну с другой стороны, вот эти манипулятивные возможности, которые есть в темах, связанных с угрозой ковида и с интригами вокруг времени, они, конечно, не дают никаких абсолютно позитивных надежд в том смысле, что власти или люди, которые занимаются политикой, в том числе оппозиционной политики, они откажутся от манипуляции на этих страшилках и на этих психологических вызовах. Потому что, ну все проще потрудить о времени, чем заниматься решением каких-то реальных ситуативных проблем, которые есть в регионе и в городе. Так что я думаю, что все-таки у нас следующий год пройдет под знаком ремонта, имитации или демонстрации дорожного ремонта и активных манипуляций общественным сознанием, связанных с проблемой времени. Ну что ж, Андрей Николаевич говорил о необходимости переключиться. Я думаю, что это время подошло. Время нашей передачи заканчивается. Но переключаться не стоит. Я думаю, да, с канала «Волгоград-1» переключаться не стоит. Это верно. Но я хотел бы сказать уважаемым телезрителям, на сегодня мы прощаемся с вами, но в наших следующих передачах мы обсудим еще много проблем волгоградского времени, которые без сомнения мы будем обсуждать и остаток этого года, и весь текущий год. До новых встреч, уважаемый телезритель. До свидания.